МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравительное послание президента Республики Западной Армении Лидии Маркосям президенту Исламской Республики Иран Масуду Педзешкиану. Речь пресс-секретаря правительства Республики Западной Армении. На заседании Совета ООН по правам человека были затронуты вопросы этнической чистки в Арцахе. Заместитель госсекретаря США посетил мемориальный комплекс геноцида. Армянские шахматисты вернулись из Батуми с 17 медалями. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. В случае с Западной Арменией 104-летняя оккупация наших земель и продолжающаяся программа истребления нашего населения привели к потере армянских диалектов. Об этом на 17-м заседании экспертного механизма по правам коренных народов в Женеве заявил председатель Национального совета Республики Западной Армении Армена Кабрамян, напомнив о прошлогодней блокаде 120 тысяч коренных армян Арцаха, отрезанных от мира на 7 месяцев. После блокады 29 сентября 2023 года турецко-азербайджанские вооруженные силы провели этническую чистку. В результате 120 тысяч армян были изгнаны с земель своих предков, армян, говоривших на диалекте, который в настоящее время находится под угрозой исчезновения. Армена Кабрамян подчеркнул, возвращение земли является обязательной необходимостью для каждого народа, который хочет сохранить свои генетические источники. По словам президента, принцип права на самоопределение имеет смысл, если мы хотим остановить процесс исчезновения языков коренных народов. С применением этого принципа мы перевели Декларацию ООН о правах коренных народов и приняли ее в Конституции. «Человечество не выживет в случае исчезновения коренных языков и народов», подчеркнул Армена Кабрамян. Президент Республики Западной Армении Лидия Маркосян поблагодарила МЭДПА, который продолжает свою достойную работу, приглашая коренные народы информировать их о ситуации, связанной с группами нарушениями, с которыми они сталкиваются, и способствовать поиску механизмов для создания условий для лучшего будущего, подчеркнув, для того, чтобы поднять голос мира, необходим диалог, в частности, в Совете по правам человека, подтверждая, что условия мира существуют и закреплены в международных мирных договорах, которые должны применяться в случае войн и продолжающихся геноцидов. Коренные народы должны перейти на новый этап и полноценно участвовать в обсуждениях, резолюциях, решениях, поскольку обсуждаемые проблемы непосредственно касаются их, и в свете их вклада можно найти компромиссные решения. Пропаганда усиления участия коренных народов в системе организации объединенных наций жизненно важна для общего блага, когда отрицание их существования, отрицание существования языка, дискриминация, расизм, убийство их населения, их повседневные занятия. Человеческое унижение должно быть исправлено в высших руках ООН. Лития Маркусиан подчеркнула, в резолюции Европейского парламента, которая была принята в июне 1987 года, отмечается, народ, подвергшийся геноциду, не имеет права на какой-либо механизм компенсации и не может предъявлять никакие политические, правовые или материальные требования своему палачу. Это самое малое, что мы можем сделать для народов, которые стали нациями-сиротами, чьи поколения присутствуют здесь, чтобы услышать крик предков, которые были переселены и уничтожены, заключила Лития Маркусиан. Поздравительное послание президента Республики Западной Армении Литии Маркусиан президенту Исламской Республики Иран Масуду Безешкяну. Уважаемый президент, в связи с вашим недавним избранием на столь высокую должность искренне и тепло поздравляю вас от имени армянского народа Западной Армении и ее институтов. Позвольте по этому случаю рассмотреть возможность установления прочных связей в рамках углубления нашей общей истории и отношений, которые складывались на протяжении тысячелетий. Карин, 15 июля 2024 года, президент Республики Западной Армении Лития Маркусиан. 13 июля с речью выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армину Исаакян. Пресс-секретарь представила речь президента Республики Западной Армении Лития Маркусиан и председателя Национального совета Республики Западной Армении Армена Кабрамяна на 17-м заседании экспертного механизма ООН по правам коренных народов в Женеве. Лития Маркусян в своем выступлении подняла вопрос поселения после незаконной оккупации Западной Армении, также подняв вопрос превращения Конвенции ООН о правах коренных народов в обязательный документ. Председатель Национального совета Республики Западной Армения Арменак Абрамян рассказал об исследовании оккупированной Западной Армении и Арцаха, отметив после Первой мировой войны в соответствии с Северским договором 1920 года, подписанным и применяемым союзными и объединенными силами в результате геноцида коренных армян в Западной Армении, Турция признает армянское государство и суверенитет. Пресс-секретарь подчеркнула, на очередном заседании правительства президент Лидия Маркусян напомнила, Арменак Абрамян был первым, кто открыл перед нами двери ООН, чтобы и сегодня, как коренной народ, мы продолжали представлять свои права. С 18 июня по 12 июля в Женеве прошла 56-я сессия Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Интерактивные диалоги и панельные дискуссии сессий включали темы касательно прав человека в отдельных странах. Постоянное представительство Восточной Армении выступило с 29 основными ответами и речами. Также присоединились к 23 совместным заявлениям. Были затронуты вопросы блокирования Лачинского коридора и этнической чистки в Арцахе. Внимание стран-членов и структур ООН было обращено к проблеме армянских минерных жителей и военнопленных, содержащихся в плену Баку, несудебным казням, пыткам, пропавшим без вести и исчезнувшим, случаем вандализма в отношении культурных и религиозных памятников, проявлению армянофобии и разжиганию ненависти. Было подчеркнуто, Баку не выполняет юридически обязательные решения Международного суда. Также говорили об оккупации со стороны Баку суверенной территории Восточной Армении, попытках фальсификации, переписывания истории и о территориальных амбициях в отношениях нашей страны. Заместитель госсекретаря США Узра Зея в сопровождении чрезвычайного и полномочного посла США Кристины Куин посетила мемориальный комплекс геноцидов Тицер-Накаберт. Директор музея института геноцида представила историю создания мемориального комплекса. Уэра Зея возложила венок к мемориалу, увековечивающую память жертв. Гости возложили цветы к вечному огню, почтили их память минутой молчания. Гостей из США провели к мемориальной стене, где в задней части специальных нишах собраны маленькие кувшины с землей, извлеченные из могил иностранных общественных политических деятелей, представителей интеллигенции и миссионеров, поднявших свой голос протеста против массовых убийств армян и совершенных турецким правительством геноцида в конце XIX века и начале XX века. Представили историю сквера в памяти, отметив первое дерево в 1997 году было посажено сенатором США Робертом Долом в память о амбаре Келекяне, хирурге армянского происхождения, пережившего геноцид. Члены делегации осмотрели музей геноцида, ознакомились с постоянными временными экспозициями. Узра Зея сделала запись в книге почетных гостей. Завершился международный шахматный турнир восьмой кубок муниципалитета Батуми. Армянские шахматисты вернулись 19 медалями, 6 из которых золотые. Победителем турнира в различных рейтинговых и возрастных категориях стали международный мастер Шахматисты восточной Армении также завоевали 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомню, что Вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка, наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!